В последнее время участились жалобы на загрязнение реки Пихорки с точными водами и мусором. В Министерстве экологии и природопользования Московской области приняли решение о проведении экологического рейда. Как проходило обследование реки Пихорки, следила наша съемочная группа. Когда-то здесь у берегов жили бобры и андатры, а в реке водились раки, самы, щуки, карпы и еще не менее десятка разновидностей пресноводных рыб. В последнее время жизнь в водоеме кардинально изменилась. Пихорка очень сильно загрязнена. В этом году были большие заморы, просто большие заморы. Баланс очень нарушен. Загрязнение идет с разных мест, так и предприятие, так и с полей идет. На Пихорке рейды проводят регулярно, но такой впервые. В зону внимания попали сразу три муниципалитета – Люберцы, Балашиха и Раменское. Маршрут по обследованию реки, длина которой 42 километра, пролегал вниз по течению. Проблема, которая сейчас возникла с очень неприятным запахом от воды, с дохлой рыбой, которую мы все наблюдаем уже не один месяц. Поэтому сегодня в присутствии всех надзорных органов мы очередной раз сделаем проверку, спускаясь по течению реки. Пока специалисты исследуют законные и незаконные водовыпуски, лаборанты МОЗ «Обалэконом» мониторинга в разных точках отбирают пробы воды. В случае большого превышения, допустимых концентраций загрязняющих веществ, будет рассчитан ущерб. Ущерб по водным объектам достигает несколько десятков миллионов рублей. Будут проведены действия по обнаружению источника и виновного лица. К нарушителям применят меры административного воздействия, а несанкционированные водовыпуски будут закупорены. Река Пихорка достаточно продолжительная, поэтому тампонаж незаконных водовыпусков и анализ воды только на территории нового муниципалитета нужных результатов может не дать. Все, что незаконное, будет на протяжении нескольких дней тампонироваться. На маршруте специалисты затампонировали более 10 точек. Подобные рейды с участием Министерства экологии и природопользования Московской области и государственных инспекторов области охраны окружающей среды будут проводить чаще. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.